В маркетинге есть такое понятие, как правило 4P. Мы тоже сделали свое собственное правило. Это переезд, производительность, пресеты и предсказания. Это те пункты, на которыми мы хотели поработать, объединяя и изменяя наши скидки, переводя их на новое ядро. Давайте остановимся на них поподробнее. Что такое переезд? У нас было очень множество нареканий, что скидки у нас лежат каждая по отдельности. У нас были скидки торгового каталога и скидки, которые могли ставиться либо в корзине, либо при оформлении заказа. И клиентам было достаточно сложно понять, что эти скидки могут сработать одновременно. Вы могли настроить две скидки и ожидать, что скидка применится одна, настроить какие-то правила, которые завершают эту скидку. Но попав в корзину, вы могли увидеть, что скидки применились вместе. Они складывались, и вы никак не могли повлиять на то, чтобы вторая скидка не была сделана. Вот ради таких вот проблем, ради таких вот интересных нюансов мы решили объединить скидки, и у нас теперь все скидки будут общими. То есть они будут объединены в общую схему работы. Соответственно, можно будет останавливать их, можно задавать будет приоритеты, и как-то влиять на взаимодействие в рамках этих скидок. Была проведена определенная работа по производительности. В данном случае мы используем механизм прегенерации. В том случае, если мы точно знаем, что скидка какая-то будет применена к определенным товарам, мы заранее это запоминаем, и потом мы выбираем эти скидки более эффективно. Но для тех скидок, для которых прегенерация не удалась, они будут выбираться обычным образом, по-старому. Как сделать так, чтобы вот эта вот прегенерация работала для ваших скидок успешно, и они все попадали в вот этот вот индекс, для этого можно использовать пресеты. Это интересная особенность, которая появилась в новой версии. Вы можете создавать и генерировать скидки, заходя вот в такие пресеты. Пресеты можно будет создавать самостоятельно. Мы дадим возможность вам это делать, вы сможете их отдавать клиентам. Какие удобства есть в пресетах? Пресет — это простые вопросы, это простой мастер, который проходит клиент. Отвечая на эти вопросы, он фактически создает скидку и может создавать очень сложные скидки, когда на 2-3 товара нужно сделать какой-то подарок, сделать дополнительные какие-то условия. Он, не осозная, что он делает очень сложные настройки, он попадает и создает вот такие скидки. Создается отдельный список по скидкам, то есть вы будете их отбирать именно по определенным пресетам. Входя в редактирование таких скидок, у них будет вход также произведен в рамках мастера. То есть если клиенту нужно что-то будет изменить, он не увидит вот этот сложный интерфейс, он опять-таки увидит мастер, в котором он сможет изменить, например, быстро какие-то условия или добавить уровень скидки и так далее. А скидки по нашим пресетам еще и будут работать оптимально. Да, они еще будут очень производительны. Давайте я к вам подойду, по микрофону скажете. Была ситуация, чтобы сделать подарок пользователю, то есть вводит купон, товар с нулевой ценой, подписался на события, раньше работал, сейчас даже не возвращает ничего, может связано с переходом на D7, то есть нет товара с нулевой ценой, не попадает, просит оплатить. Вот что. Давайте вы потом подойдете, покажете или расскажете подробнее, потому что… Или напишите мне, и мы разберемся с вами, потому что могут быть ошибки. Это новый тип фактических скидок, на большой презентации его немножко назвали по-другому, но нам нравится пока предсказание, потому что надо же 4P сделать. Что такое предсказание? Это та скидка, которая будет выводиться клиенту при покупке какого-то товара. Мы на данный момент и выпустим, скорее всего, пока два типа предсказания. Это предсказание по количеству, это когда клиент кидает в корзину, например, одну бутылку воды, а ему говорят, купи три, мы тебе еще две подарок сделаем. Ну, то есть фактически бесплатно дадим. Или клиент выбирает оплату по деньгам, он кидает какого-то товара, например, выбирает он колбасу, кидает ее на 700 рублей, а ему говорят, вот до тысячи догони, и мы тебе там скидочку 20% сделаем. Это очень интересный механизм. Во-первых, мы клиента побуждаем на увеличение среднего чека. Во-вторых, это будет приятная неожиданность, что магазин заботится о клиентах. Мы сразу выпустим три. Еще будет еще один тип, который как раз показан на рисунке. Связь между товарами. Если вы купите вот этот вот товар, то другой товар вам будет со скидкой. В данном случае, если вы купите вот этот ремень, то туфли вам будут со скидкой. Еще такой тип тоже сразу выйдет. Он почти готов. Административная часть. Мы переделали форму управления заказами. Она стала достаточно интересной. Мы ее набирали функциональной. Я надеюсь, что мы в этом релизе немножко ее вылежем, вылежем, так скажем, сделаем ее более приятной и аккуратненькой. Ради чего мы это все делали? Ради чего делали такую форму? У нас было множество претензий от клиентов. Старую форму было очень сложно кастомизировать. Ее невозможно было сделать по ней какую-то навигацию. Невозможно было добавлять какие-то дополнительные блоки, когда нужно было, например, вывести какую-то информацию с ERP-систем, с 1С или еще откуда-то. Нужно было показать что-то внутри таких форм. И очень сложно было ими управлять без как бы залазания в ядро. То есть ее, когда кастомизировали, фактически вы теряли обновление. Мы, собрав этот фидбэк, выпустили фактически новые формы, которые сейчас Сергей... Ой, Сергей, говорю. Алексей покажет на слайдах вот все вот эти шаги, которые можно с формами управлять. Первое, что мы будем делать, это будем добавлять дополнительный таб в рамках формы. Да, давайте добавим дополнительный таб. В принципе, те люди, которые с битриксом достаточно давно, они, может быть, вспомнят, технология была взята из далекого 2007 года. В принципе, почти тот же самый код, который был тогда для добавления табов, и он сейчас работает для новой формы. Мы подвешиваемся на события, соответственно, для формы просмотра это будет OrderView, для формы редактирования OrderEdit, для нового заказа будет OrderNew. В событии мы говорим, в обработчике мы говорим, какие методы в каком случае вызывать, и в методах мы, соответственно, определяем табы закладки или закладку, которую нужно добавить, содержимое этой закладки. И, если нужно, мы определяем метод, который будет выполняться перед сохранением заказа. И вот на предыдущем слайде метод, который будет выполняться при сохранении заказа. Первый метод для того, чтобы воспрепятствовать сохранению, если была какая-то ошибка, вернув из него False. Второй метод после сохранения заказа он будет выполнен для того, чтобы сохранить те данные, которые на вашей кастомной закладке. Очевидно, раз вы ее сделали, значит, там какие-то данные, которые нужно вводить. Все, достаточно этого, и будет работать ваша новая закладка. Следующее, что можно изменить, и очень часто просили, это добавить информационную панель, которая будет подвешена сверху, она будет привязываться к верху экрана, чтобы получать постоянно информацию о клиенте. Но так как мы ее выпустили достаточно ограниченной, сразу же начали поступать вопросы, а как же нам в нее вмешаться, чтобы добавить какие-то данные или убрать, которые нам не нужны? Вот в данном случае, вот эти вот данные мы добавим туда, новые строчки. Как это сделать? А вот еще проще. Подвеситься на события постройки этой панели, и из него вернуть наши параметры, которые нам нужно добавить. Вот у нас там был параметр 1 со значением, и параметр 2 в виде ссылки. Вот мы их 2 вернули, и они появились на нашей панельке. То есть вы можете вернуть какую-то доп. информацию, которую будете показывать менеджерам. Ну и следующая интересная возможность – это добавить целый раздел внутрь системы управления заказов. Это могут быть, как я уже ранее говорил, какие-то данные из 1С, детализация по складам или любая иная информация с каких-то сервисов или с каких-то служб, или рассчитанная внутри магазина. Да, и эти блоки, они будут наравне с нашими стандартными блоками, могут сворачиваться, могут таскаться, можно на первое место поставить. То есть менеджер сам будет перетаскивать, куда ему нужно. Как это сделать? Опять же, подвеситься на события. Кстати, метод, похожий на добавление новой закладки. Подвеситься на события, которое вернет на методы, которые система должна дергать для того, чтобы формировать эти блоки. Метод getBlockBrief возвращает описание этого блока. Метод getScript нужен для того, чтобы породить какие-то скрипты, которые, возможно, вам понадобятся, JavaScript для этого блока. И getContent, он нужен для того, чтобы нарисовать саму срежимое блока. Там есть у нас заказ, соответственно, мы можем выводить там данные об этом заказе. Это я на просмотр был, вешался на редактирование. У нас добавляется еще два интересных метода. Это check и action. Check вызывается при сохранении, перед сохранением, для того, чтобы воспрепятствовать сохранению при необходимости. Если в вашем блоке введена та информация, которая не должна быть в заказе. Метод action вызывается после сохранения заказа, для того, чтобы сохранить данные из вашего блока. Для редактирования блок контент, он примерно такой же контент выводит, как и для просмотра. Я говорил о getScript, который возвращает JavaScript, которые необходимы будут вашему блоку. Вот пример, что может быть. Например, вам нужно получить стоимость заказа текущего. Она динамическая, то есть вы ее не можете взять и она будет статической, потому что при манипуляциях с формой, то есть там какую-то отщелкнули налоги, выключили налоги какие-то, там скидки добавили, еще что-нибудь сделали, стоимость пересчитывается. Вам нужно иметь ее в JavaScript динамическую. Вот в данном случае вы можете подвеситься в JavaScript, зарегистрировать на апдейтер поле свой обработчик и получить в своем кастомном поле цену заказа, которая была рассчитана системой формы. Вот такое добавляете в GetScript и у вас получается в вашем поле всегда актуальная цена. Мы считаем, что мы достигли своих задач, которые мы поставили, что гибкость достаточная для того, чтобы эту форму изменять. Если вам что-то интересно добавить еще в эти формы, вы можете писать либо мне, либо Алексею. Мы будем прислушиваться к вашему мнению и будем расширять данные возможности. Автоматизация интернет-продаж. Я немножко здесь остановлюсь, для чего это сделано и как это работало вообще. У нас было в предыдущем магазине возможность сделать автоматизацию. Когда вы на какой-то статус или на какое-то действие в рамках магазина, то есть менеджер, например, разрешал доставку и что-то автоматически происходило. Или поступала оплата, автоматически происходила отгрузка. Это, например, интересно работало для товаров электронных, когда нужно было просто отгрузить ключ или тикет какой-то на какое-то мероприятие. И нет необходимости, чтобы человек вручную вмешивался. Но так как у нас появилось разделение заказов, пришлось расширить автоматизацию. Она у нас раньше настраивалась в рамках глобальных настроек. Мы вынесли на отдельный этап, потому что автоматизация будет расти. И на данном слайде представлены те моменты, которые мы сможем предоставить прямо сейчас. Это действие на оплату, действие с доставками и действие со статусами заказов. Давай перелеснем, там скриншотик был интересный. Вот так это выглядит. Это отдельный этап автоматизации. Вы можете задавать, что и когда изменять. Самое важное, что появилось в автоматизации, это возможность влиять на частичные данные. То есть вы отгрузили частичную оплату и вы делаете изменения для частичной доставки или делаете только для частичных доставок. Или меняете статус какой-то глобальный и говорите, что доставка не полная, а пока только частичная. То есть можно будет поддерживать вот эти вот структуры разделения заказов и влиять на те места, где они действительно необходимы. Олег, сколько у нас времени осталось? Есть еще, давайте. Да, тогда я расскажу немного о том, как влезть совсем вглубь в пересчет заказа. 13 минут. 13 минут? Хорошо, я могу хоть час рассказывать. Значит, события. Влезть в пересчет заказа проще всего на событиях. События бывают двух видов у нас. У нас бывают события на обсчет. Помните, когда я в самом начале показывал создание нового заказа, я говорил о том, что привязывая корзину, мы автоматически вызываем пересчет других сущностей, в частности пересчитывается заказ, пересчитывается его стоимость. Допустим, меняя стоимость отгрузки, опять мы пересчитываем заказ, при этом пересчитываются скидки потенциально, налоги пересчитываются. То есть система, она работает во взаимодействии этих объектов. И в событиях на обсчете вы можете влиять на это взаимодействие. А в событиях на сохранение вы влиять на это взаимодействие не должны. вы должны в них сохранять то, что вам необходимо дополнительно к нашему движку. И здесь не надо их путать. То есть события на сохранение применяются только при сохранении, когда вы хотите что-то сохранить. Во всех остальных случаях должны применяться события на обсчет. Если вы перепутаете и сделаете наоборот, то смотрите, допустим, вы в событии на обсчет что-то будете сохранять. У вас нет гарантии, что после этого будет сохранение заказа. Заказ может быть не сохранен. Что произойдет? Вы сохранили свои данные, а заказ не сохранился. У вас рассогласование данных. И в противном случае, если вы будете вмешиваться в заказ, то есть добавлять какие-то информации в заказ, в расчет на сохранение, на события сохранения, получается, что все предыдущий жизненный цикл заказа, весь предыдущий, он был невалидным, потому что там не было ваших реальных данных. Поэтому все-таки на сохранение – сохранение, на обсчет – обсчет. И для того и для другого у нас достаточно много событий, для того, чтобы можно было манипулировать заказом, и для того, чтобы рассчитать, и для того, чтобы сохранить. У нас есть события на изменение значения любого поля, любой сущности, и заказа, и оплаты, и отгрузки, и корзины, и свойств, то есть вообще любой сущности, которая у нас есть в новом магазине. Это события, даже два события. On before и on, само это поле. On before вызывается в начале, перед непосредственным изменением, и вы можете отменить это изменение, если оно с вашей бизнес-логики невалидное. А основное событие вызывается уже, когда изменение должно произойти, в нем уже ничего не отменить, но можно осуществить какие-то дополнительные действия. Вот в примере. Пример писался давно, до того, как у нас появились новые возможности округления. Здесь я отбрасывал копейки от цены. Вот такая штука вполне успешно работает. Я подвесился на изменение поля цены, и в зависимости от того, какая цена, я ее округляю и возвращаю цену без копеек. Это работает на любом наследнике интернлс-ентити, то есть это работает и на заказе, и на оплате, и на отгрузке, в общем-то почти на всем. В параметрах мы принимаем entity, это объект, чье поле меняется, то есть заказ, отгрузка, оплата, элемент корзины, название поля и значение поля. То есть вы можете проверить, удовлетворяет, удовлетворяет вас, нет, там поменять как-то. Здесь у вас полная возможность кастомизации. Есть события на окончании пересчета заказа. Смотрите, любое действие над заказом, над объектом заказа вызывает его пересчет. То есть вы меняете, допустим, стоимость отгрузки, пересчитывается отгрузка, пересчитывается заказ, стоимость его, налоги считаются, скидки считаются потенциально. Множество полей может изменяться. И вот это произойдет в самом конце, когда все поля уже придут в какое-то стационарное состояние, то состояние, которое считается валидным и которое согласовано с настройками магазина. После этого вызывается on-after-sale-order-final-action. И в этом месте вы уже знаете точно, что у вас заказ валидный, находится в консистентном состоянии, и все объекты другие находятся в консистентном состоянии, и можете опять что-то сделать. В параметрах у нас объект заказа приходит, то есть вы можете им манипулировать. Теперь сохранение заказа. На сохранение заказа также достаточно много событий. Есть событие on-before. В том случае, если вы вернете ошибку, заказ сохранен не будет. То есть вы можете как-то обработать сохранение заказа. И событие, которое происходит уже, когда заказ сохраняется, и в нем вы можете сохранить какие-то дополнительные вещи. Допустим, во внешних системах какие-то данные, которые вам необходимы. Принимает объект заказа, принимает старые значения полей и принимает флажок, новый ли это заказ или это изменение заказа. На всякий случай, если вам это необходимо. В принципе, такие же события есть для любой сущности магазина, не только для заказа. Это есть и для оплаты, для отгрузок. То есть если вам нужна информация чисто по оплате или по отгрузке при сохранении, допустим, вы оплату регистрируете во внешней системе, то можно вешаться не на заказ, то можно вешаться на события, которые при оплате происходят. Есть набор особых событий, которые являются событиями с отложенной инициацией, так называемыми. То есть они инициируются где-то в жизненном цикле заказа. Допустим, поставили флажок оплаченности оплаты. Система пометила, что при сохранении надо будет дернуть события, то, что оплата была оплачена. А вызываться оно будет все равно при сохранении. То есть оно будет вызываться не когда она была оплачена, фактически, когда был метод оплаты вызван, а тогда, когда мы вызвали метод сейв на заказе. И это те события, которые у нас отвечают в основном за статусы и за флаги заказов оплаты отгрузок. Это на отмену, на изменение статуса, на оплаченность. И на них можно тоже вполне подвешиваться, если, допустим, вас интересует не просто какое-то изменение, а вас интересует факт изменения идентификатора отправления, чтобы отправить его пользователю или как-то еще использовать. Тогда вам не нужно вешаться на общее событие, вам достаточно подвеситься на событие вот это вот, получить там необходимую информацию. Вот тут объект, соответствующий заказа, оплата или отгрузка, в ком происходит событие, придет вам, вы можете взять эту информацию и использовать так, как вам это необходимо. На сохранение корзины есть специфические события, потому что корзина может работать вне заказа, то есть если заказ еще не оформлен, то у нас заказа как такового нет, но у нас есть корзина. И, естественно, на сохранение корзины тоже есть необходимые события для того, чтобы можно было при сохранении корзины что-то делать. Ну и завершая нашу презентацию, фактически можем сказать, что новая платформа e-commerce D7 это новые паттерны разработки, это удобная и современная работа с новой платформой. Не занимайтесь творчеством, не занимайтесь рутиной, используйте решения, которые делают вас лидером, ну и расширяйте свои сферы влияния на новых рынках. Это фактически из нового, то, что мы выпустили, это работа с весовыми товарами и возможность выйти на новый рынок, который накапливается и накачивается деньгами, это продуктовый ритейл. Спасибо. Давайте примем парочку вопросов. У нас такой вопрос по оформлению заказа. Есть ли в планах может как-то доработать возможность разбивать один заказ на два сразу? Прямо конкретный был кейс. Чтобы клиент сам выбирал? Нет. Логика такая, что есть товар в наличии, но есть товар, который может наличие его от поставщика пополняемо, но есть, который не пополняемо. У нас конкретные кейсы, два таких магазина есть, где состав корзины набивается, и дальше он разбивается на два заказа в зависимости от логики, пополняемый наличие или не пополняемый. Если мы такую опцию введем в рамках товара, это решит вопрос? То есть мы в товаре указываем? То есть мы, по сути, завели такую галку товара, пополняемый товар или нет. В зависимости от этой галки позволяем его добавлять в корзину, не в зависимости от остатков. А уже остатки учитываем в корзине и разбиваем их на два заказа. Один получается заказ под заказ, а один заказ реально в доставку. Да, я понял ваш кейс. Мы подумаем. Хорошая штука, хорошее предложение. Подумаем. Спасибо. Слушай, вопрос из онлайна. Когда перестанут работать старые события? Перестанете использовать. Они будут работать, наверное, всегда. А как мы от них откажемся? События все старые, которые показывают в новое ядро. Мы рассказывали в презентации, что мы хотели сохранить совместимость, сохранить инвестиции фактически в разработку, и, соответственно, они будут поддерживаться, как правильно говорит Леша, они будут поддерживаться, наверное, пока работать будет платформа. Возможно, рано или поздно мы введем переключатель, когда вы сами сможете сказать, что мы отключаем вот это все старое, что оно не нужно вам, ну и, соответственно, выиграть можно будет какие-то миллиметры на производительности. Но это не будет такого, что мы сами отрубим все, и все перестанет работать. Еще вопросик. Все переведем на D7. Просто продукт очень большой, и это постепенный процесс. Мы революцию не устраиваем, чтобы рубануть сразу все. По чуть-чуть. Вадим, компания NetExCursk. Подскажите, если отгрузка производится вот по компаниям как раз многохолдинговая, через транспортную компанию, платеж тоже через транспортную компанию, по большому счету взаимодействие производится не с клиентом, а с транспортной компанией. Вот работа вот с компаниями, вот этими в холдинговой структуре, она вот через это должна проводиться, или как-то еще? Понятен вопрос, нет? Вопрос понятен, но он немножко, опять-таки, к вопросу взаимодействия с 1С или еще с чем-то. То есть это внешняя система, и фактически нужно все взаимодействие делать в рамках этой системы. Из этой системы должны прилететь только статусы, что они приняли, сделали доставку, приняли деньги, что эти деньги, например, находятся в пути, и потом финальный статус, что эти деньги вручены вам. То есть вот на уровне статусов, на уровне каких-то таких вещей, это делается должно в рамках продуктов. На уровне обработки, либо вам придется свой обработчик писать, подвешиваясь на какие-то возможности продукта, либо это делать где-то в стороне и просто получать статус с этой системы, которая это сделает. Вот по событиям вы говорили, что появляются новые события, но некоторые же старые события вы уже отключили. Почти все старые события продолжили работать. Единственное, такой момент, если вы на них подвешивались, проверьте после конвертации магазина, пожалуйста, что у вас все работает, потому что они физически в другое время происходят. Они происходят, но просто уже нет того места в жизненном цикле заказа, который раньше был. Поэтому они происходят в другое место, но максимально совместимое, которое мы смогли подобрать. Было событие ордер-апдейт, которое при обновлении заказа, изменении заказа происходило. Сейчас оно просто не работает. По конкретному событию я вам прямо так на вскидку не скажу. Подойдите ко мне после презентации и я попробую или найти, я вам дам контакт, и я тогда в понедельник напишу вам и скажу, что по поводу именно этого события у нас. Здравствуйте. Алексей, компания «Интерволга». За последние полгода было два кейса, два клиента, которые ведут оптовую торговлю и у них отгрузка привязана более чем к одному заказу. То есть заказы поступают волной. Мы разговариваем о вашем кейсе, но он настолько специфичный. Я не думаю, что стоит обсуждать его в рамках презентации. Ну то есть пока нет. Хорошо. Лучше, так сказать, лично. Коллеги, еще вопросы? У нас еще есть время. Минутка буквально до кофебрейка. Документация, когда будет документация? Когда будет документация? Так вот же она была. А это была документация. Ну вообще, насколько я знаю, документация сейчас готовится. Именно по АПИ наши сотрудники отдела документации ее готовят. Поэтому, я думаю, в самое ближайшее время должна быть. Большая часть уже готова. Я ее даже видел вживую. Никита, Санкт-Петербург. Есть ли АПИ для полного пересчета заказа? Вы имеете в виду… Ну то есть заказ пересчитывается, если это новый заказ, то любое действие над заказом его пересчитывает полностью. Если это существующий заказ, то при изменении каких-то данных происходит только численный пересчет. То есть данные новые не берутся по скидкам. То есть все скидки хранятся уже в заказе, которые были при оформлении. И только численные данные, то есть чтобы арифметическая целостность была. Но естественно, есть кнопочка в админской части сверху пересчитать заказ. И после этого происходит полный пересчет. С кнопкой все понятно. Вы можете и на АПИ вызвать то, что происходит при нажатии кнопки. Это публичный метод. А что сделать, чтобы кнопка сработала? То есть не нажать буквально на кнопку, а на АПИ сделать? Давайте подойдите ко мне после презентации. Я на память не помню этот метод, честно как называется. Спасибо. Я знаю, что он публичный, он точно есть, потому что кнопка работает.